Постановление правительства Саратовской области с сегодняшнего дня заработали микрофинансовые организации. Мы объездили несколько районов нашего города и лично в этом убедились. И более того, в некоторых офисах сотрудники нам рассказали о том, что их организации не прекращали свою деятельность даже во время карантина. Мы работали в обычном режиме, нам выдавали пропусков администрации Саратовской. То есть, сначала было согласовано с Центробанком, потом в администрации нам подтверждали, что все законно. И я немножко, кстати, была внята умением, попала до того, когда вышла новость, что микрофинансовая организация открывает струбующие люди. Здравствуйте, девушка. Мне будут проценты оплатить бы как бы. Записаться к вам на какой день можно или на время? Ну, желательно, сегодня. Сейчас я внесу 3 тысячи и процент еще заплачу. Уже меньше мне будет. Я продеваю 5 на месяц. Просто такая сейчас ситуация сложная. У всех с работы, денег нет. И будут ли брать? Или наоборот, вам кажется, что у вас пользуются? Я не знаю. Я брала еще из-за калибра. Коронавирус уже был, да? Мне просто время не кумер, мне нужно было срочно деньги. Куда, говорю, бежать? Занимать ни у кого. Часто пользуетесь этим? Ну, в последнее время не очень часто. Но так я уже давно, где-то действую. Работаете? Ну, у нас сейчас офис сам не работает, у нас только ИП действует. У нас даже дистанция, 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 дистанция. А сам офис компания у вас забыла. Спермами, да, работаете? Ну, пока неизвестно, мы не знаем. А до этого вы сколько не работали? Ну, месяц почти. Месяц, да? Как сегодня? Есть клиенты? Давайте тогда все вопросы, потом хорошо, как я закончу. Продолжение следует, пожалуйста, выгодные условия здесь? Я вообще как бы, нет, не надо меня снимать. Я так, проконсультироваться зашла. А, хотели взять кредит? Нет, нет, мне проконсультировали, я не для себя вообще. Чешки, мне сейчас некогда, честное слово, не дай этого. Нельзя нам никаких комментариев, мы не даем. Ничего нельзя снимать, извините, без комментариев. Займы и уплата процентов осуществим с разовым платежом в дату, установленную договором. Акция распространяется только на граждан. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы работаете? Мы работали в сокращенном режиме. Это как, расскажи. У нас документы все есть, что мы можем работать, то есть непрерывные. Мы работали в сокращенном режиме до сих пор. У нас также объявление висит, мы до шести работаем. А деньги боятся брать сейчас, потому что сработаешь тоже у всех сейчас не очень хорошо? Как вообще? Не знаю, берут. Берут, да? Да, берут. Наоборот, у всех сложная ситуация, в принципе, все берут. Кто-нибудь, кто не работает, кто еще что-нибудь. Сейчас клиентов, наверное, будет больше в связи как раз с тем, что заработные платы есть. Не у всех, то есть кто-то на карантине, без сохранения, и, соответственно, деньги требуются людям. У нас заходит по одному. Да, насчет массы, конечно, клиенты не соблюдают этот режим, но, соответственно, обрабатку производим, дезинфекцию. Здесь помещение, да? Да, то есть у нас есть антисептики, мы протираем, соответственно, столы, ручки и все остальное. Скажите, а кто обычно чаще берет? Какая категория граждан, возрастная категория? Ну, возрастная разная сейчас, то есть и средний такой возраст идет, потому что без работы пенсионеры, они, в принципе, ну, пенсии всегда были небольшие, они всегда к нам обращались. Пенсионеры, да? Пенсионеров много, да, обращаются, честно. Здравствуйте. Вы работаете, да, сегодняшний день, работали, уже давно работали, всегда, да? Как бы общим, да, указом президента, было принято относительно финансовых организаций такое решение, что услуги финансовые предоставляются, то есть как банки, так и МФО. Поэтому жесткого ограничения непосредственно на услуги МФО указом президента не были озвучены. Просто о запрете работы микрофинансовой, хоть узкие было, о том, что есть разрешение с сегодняшнего дня на работу, оно как бы есть. В похожей ситуации оказались и ломбарды. Пока в региональном правительстве говорят, что думают об их открытии, такие конторы продолжали работать во время введенных ограничений, в чем лично убедилась наша съемочная группа во время поездок по городу.